МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Где подешевле купить зимнюю одежду? В Воронеже трое друзей пойдут под суд за разбойное нападение. 190 лет назад, 28 сентября, наш город посетил российский император Николай I. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Космический корабль НАСА успешно врезался в астероид Димморф на расстоянии в 10,9 миллионов километров от Земли. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса запустило корабль ДАРТ в ноябре 2021 года с конкретной целью столкнуться с астероидом размером с футбольный стадион на скорости 22 526 км в час, чтобы сбить его с курса. Эта миссия является первой, направленной на защиту Земли от возможности опасного столкновения с астероидом. Если измерения покажут, что курс астероида хоть немного изменился, агентство сочтет миссию успешной. Камера на борту космического корабля ДАРТ запечатлела крупный план астероида за несколько минут до удара. Димморф заполнил весь кадр. Демонстрируя валуны и сложные детали, как раз в тот момент сигнал с космического корабля был потерян. США. Госсекретарь США Энтони Блинкин во время брифинга для прессы с министром иностранных дел Индии в Вашингтоне заявил, что его администрация никогда не признает бывшие территории Украины, где прошли референдумы российскими. «Мы и многие другие страны по этому поводу уже высказались предельно ясно», сказал Блинкин. «Украина имеет абсолютное право защищать себя на своей территории, в том числе вернуть эту территорию под свой контроль», добавил он. Представитель Госдепартамента Нэтт Прайс, выступая на брифинге для прессы в Вашингтоне, в понедельник заявил, что никаких изменений статуса Эдварда Сноудена после того, как Россия предоставила ему гражданство, власти США не признают. «Я не знаю о каких-либо изменениях в его статусе американского гражданина», сказал Прайс. Что касается конфликта на Украине, пресс-секретарь судил референдумы, проводимые в четырех регионах для присоединения к России. Прайс также обсудил протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, заявив, что иранское правительство должно прислушаться к протестующим, а не стрелять в них. Что касается попыток возводить совместный всеобъемлющий план действий, Прайс отметил, что Вашингтон не согласился бы на плохую сделку, добавив, что США не ожидают заключения сделки в ближайшее время. Предыдущее соглашение 2015 года, ограничивающее ядерную программу Тегерана в обмен на отмену санкций, рухнуло после того, как администрация Дональда Трампа вышла из него. Мексика. Тысячи протестующих прошли маршем по Мехико в понедельник, отмечая восьмую годовщину исчезновения 43 студентов колледжа из Айтезинапы. Активисты и родственники принесли портреты студентов, призывая возобновить усилия по их поиску и наказанию виновных. Налицо признаки того, что расследование застопорилось. Застой наблюдается в том числе из-за того, что есть конфронтация между разными силами внутри самого правительства, сказал адвокат Рассалис. Учащиеся сельского педагогического колледжа Айтезинапа 26 сентября 2014 года отправились в город Игуала для участия в демонстрации против дискриминационной практики найма и финансирования со стороны властей. По пути их перехватили представители городской полиции. Расследование показало, что 11 студентов незаконно удерживались. Затем были переданы членам преступного синдиката и предположительно погибли. Комиссия по установлению истины, созданная президентом Абрадором, назвала это государственным преступлением. Но до сих пор не было вынесено никаких обвинительных приговоров. Десятки женщин-активисток собрались у посольства Ирана в Мехико во вторник, чтобы принять участие в митинге после смерти Махсы Амини, 22-летней иранки курского происхождения, которая скончалась под стражей в полиции. Протестующие нарисовали аэрозолем лозунги на стенах посольства, а некоторые женщины отрезали себе волосы в поддержку Амини. Амини впала в кому и скончалась 16 сентября после своего ареста полицией нравственности за предполагаемое нарушение строгих правил ношения хиджаба. Полиция утверждает, что у нее был сердечный приступ и что ее смерть была несчастным случаем. Демонстранты утверждают, что она была избита, в то время как ее семья отрицает, что у нее были какие-либо проблемы со здоровьем. Куба. До 11 миллионов человек остались без электричества после того, как ураган Иоанна брушился на Кубу во вторник. На кадрах запечатлены поваленные деревья и пустые улицы Гаваны, на которых всего несколько автомобилей. По данным кубинских государственных СМИ, национальная электрическая компания заявила, что они отключили электричество в этом районе перед штормом, чтобы избежать поражения электрическим током и предотвратить пожары. По сообщениям, на западе Кубы выпало до 40 сантиметров осадков, а также были возможны оползни и внезапные наводнения. По словам официальных лиц, было создано 55 убежищ, в то время как 50 тысяч человек были эвакуированы в провинции Пинардель-Рио, главном регионе страны, где выращивается табак. В Колумбии тысячи людей вышли на улицы Богаты в понедельник в знак протеста против политики Густава Петра, менее чем через два месяца после того, как он был приведен к присяге в качестве президента Колумбии. 62-летний Петро пообещал добиваться полного мира путем заключения сделок с повстанческими и преступными группировками и попросил законодателей одобрить налоговую реформу, которая позволит привлечь первоначальные 5,6 миллиарда долларов на социальные программы в следующем году. Реформа повысит налоги для тех, кто зарабатывает более 2259 долларов в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную заработную плату и отменит льготы. Петра также предложил изменения в здравоохранении, земельную реформу, которая позволит продавать недвижимость бедным фермерам по ценам ниже рыночных, и реформу голосования. На своей страничке в соцсетях президент Колумбии заявил, что уважает право протестующих на самовыражение, но его правительство также имеет право бороться с дезинформацией. Между тем, по прошествии трех лет после разрыва отношений, Колумбия и Венесуэла вновь открыли общую границу. Об этом 26 сентября сообщил президент Колумбии Густаво Петро. Он выразил уверенность в том, что данное решение поспособствует экономическому росту обеих стран, а в первую очередь положительно скажется на жителях приграничных регионов. Напомним, Колумбия и Венесуэла разорвали отношения в 2019 году, после того, как богата признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны. Пришедший к власти в августе 2022 года новый президент Колумбии Густаво Петро объявил о намерении восстановить связи между двумя странами. Бразилия. Финальный митинг кандидатов президента Луиса да Силвы состоялся в Сан-Паулу. На митинге, организованном женой Лулы Розангелой, выступили звезды эстрады, а также показанные видеообращения от американских актеров Марка Руффало и Дэнни Гловера и Роджера Уотерса из Пинг-Флойд. Лидер партии трудящихся популярный левый политик Да Силва своим сторонникам заявил «Я работаю над тем, чтобы мы завершили выборы в первом туре». В этой стране снова воцарится демократия, люди снова выйдут на улицы, люди смогут носить одежду того цвета, который хотят, не подвергаясь приставаниям, сказал он. Лула, занимавший пост президента с 2003 по 2010 год, продолжает оставаться фаворитом предвыборной кампании. При этом предстоящие выборы уже омрачены насилием. Предвыборную кампанию СМИ уже окрестили кровавой, поскольку имели место прецеденты нападений на сторонников Лулы, в том числе с летальным исходом. Япония. Государственные похороны бывшего премьер-министра Сидзо Абе состоялись в Токио во вторник. Во время похорон прах Абе несла его вдова Аккея. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, обращаясь к покойному, сказал, «Вы были у власти дольше всех в конституционной истории нашей страны, но история запомнит вас больше за то, чего вы достигли, чем за то, как долго вы находились на этом посту». Вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе были в числе примерно 4300 гостей, которые посетили церемонию прощения на арене Ниппон-Будокан в Токио. В то же время сотни людей собрались в Токио во вторник в знак протеста против организации государственных похорон бывшего премьер-министра Сидзо Абе, которые, по имеющимся данным, обошлись примерно в 11 миллиардов долларов. Абе, дольше всех занимавший пост премьер-министра в истории Японии, был убит в июле во время выступления на политическом мероприятии в Наре. Тайвань. Бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал положить конец слепому взаимодействию с Китаем на глобальном тайваньском бизнес-форуме в Гаосюне во вторник. «Если мы хотим свободного 21 века, а не китайского века, о котором мечтает Си Цзиньпин, старая парадигма слепого взаимодействия должна закончиться», сказал бывший высокопоставленный дипломат в своем выступлении во время визита на Тайвань. Помпео похвалил такие страны, как Япония и Австралия, сказал, что агрессивное поведение Пекина сблизило страны-единомышленники. Агрессивное поведение Китая, его экономическая война с Америкой изменила этот регион. И это еще больше сблизило тех, кто предпочитает мир и коммерцию, сказал он. Визит Помпео проходит в преддверии пятилетнего съезда правящей коммунистической партии Китая в октябре, на котором президент Си Цзиньпин готовится обеспечить себе беспрецедентный третий срок. Китай. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Ваньбин, выступая с критикой поездки бывшего госсекретаря США Майка Помпео на Тайвань, выступая во время брифинга для прессы во вторник, сказал, у бывшего политика, которого вы упомянули, была репутация банкрота, чьи неуклюжие антикитайские действия были направлены на личную политическую выгоду и не увенчались успехом, сказал он. Напомним, Пекин провел серию учений после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе в августе, обвинив Вашингтон во вмешательстве в его дела. Контрмеры Китая разумны, законны, необходимы и уместны, сказал по этому поводу Ван Ваньбин. Китай рассматривает остров как часть своей территории в соответствии с принципом Единого Китая, в то время как Тайвань никогда официально не провозглашал независимость. Испания. Десятки протестующих собрались перед ратушей Барселоны во вторник, чтобы принять участие в митинге после смерти Махсы Амини, 22-летней иранки. На кадрах видно, как протестующие скандируют лозунги, держат плакаты, танцуют и поют. Некоторых из них можно увидеть отрезающими свои волосы. Недовольство смертью Амини потрясло несколько городов Ирана. Власти, как сообщается, разгоняют протестующих и блокируют доступ к мобильному интернету. Бельгия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте в Брюсселе во вторник заявил, что любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо. Генеральный секретарь НАТО также заявил, что грядет горячая зима, во время которой Украине будет оказываться постоянная поддержка. «Если не оказывать поддержку Украине, тогда мы рискуем заплатить гораздо более высокую цену. Тогда мы действительно рискуем создать опасную ситуацию в Европе, которая также сделает нас еще более уязвимыми», – сказал он. Кроме того, Столтенберг заявил, что европейские государства должны увеличить оборонное производство, чтобы обеспечить собственное сдерживание, а также поддержку Украины. Германия. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил за более быстрый переход к возобновляемым источникам энергии во время своего выступления на открытии выставки «Винт Энерджи» в Гамбурге во вторник. «Сейчас самое время действовать решительно и продвигать возобновляемые источники энергии во всех странах», – сказал он. «Наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году иметь 115 гигаватт мощности, что в два раза больше, чем сегодня, всего за 8 лет», – добавил он. Кроме того, Роберт Хабек назвал возобновляемые источники энергии ответом на продолжающийся энергетический кризис и самым дешевым источником электроэнергии, добавив, что возобновляемые источники энергии не являются проблемой, а не являются ответом на наши требования. Хабек призвал федеральные земли Германии выполнять свою работу и проявить значительно больше приверженности расширению производства энергии ветра в стране. Министр Германии также сообщил, что в середине сентября в Гамбург прибыла партия «Аммиака» из УАЭ для замены природного газа при производстве меди, отметив, что в октябре запланированы первые поставки. «Винт Энерджи», которая считается ведущей в мире выставкой в области ветроэнергетики, стартовала в Гамбурге 27 сентября и продлится до 30 сентября. На выставке представлено более 1400 экспонатов из 37 стран. Тысячи людей вышли на митинг в Шверине в понедельник вечером против политики правительства Германии в отношении России, включая санкции и отправку оружия Киеву, что, по утверждению демонстрантов, подпитывает энергетический кризис и заоблачно высокую инфляцию. По данным полиции, около 4,5 тысяч демонстрантов вышли на улицы столицы северной земли Германии, Мекленбург-Переднее Померание. Начиная с местного замка, они несли плакаты, транспаранты и национальные флаги, несмотря на плохую погоду. Некоторые пенсионеры сейчас платят в 2,5 раза больше за газ и электричество, сказал один из участников Бернард. Санкции никогда не приносили результата. Тому пример Северная Корея. Многие демонстранты требовали от правительства возобновить работу газопроводов из России, в том числе Северный поток-2. Аналогичные митинги также прошли в понедельник еще в семи городах Мекленбурга-Передней Померании. Польша. Лидеры Польши, Норвегии и Дании во вторник присутствовали на открытии нового газопровода «Балтик-Пайп», проложенного между Норвегией и Польшей через Данию. Символический вентиль газопровода открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании на газовой компрессорной станции в Будно. Сегодня мы можем с полной убежденностью сказать, что эпоха российского доминирования в газовом секторе заканчивается, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий на церемонии открытия. Транспортировка газа из Норвегии в Польшу начнется 1 октября. При этом полная мощность «Балтик-Пайп» составляет 10 млрд кубометров в год, тогда как Европа потребляла около 400 млрд кубометров газа в год. И где-то 40% из них – около 130 млрд по трубе и 20 млрд в виде СПГ – поставляет Россия. Новости ближнего зарубежья. Украина. Международные наблюдатели побывали в городе Алешке Херсонской области во вторник, чтобы дать оценку организации референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Среди наблюдателей были представители из Германии, Конго, Италии, Сербской Республики и Мозамбика. Во вторник в Мелитополе председатель Центральной избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко объявила, что по итогам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение в состав России. На вынесении на референдум вопрос за выход Запорожской области из состава Украины образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации ответили «да» 430 268 участников референдума, что составляет 93,11% от числа участников референдума, включенных в списки участников референдума. ДНР по итогам стопроцентных протоколов за вхождение ДНР в состав Российской Федерации на референдуме проголосовали 99,23% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии во вторник. После получения протоколов от Центра избиркома глава ДНР заявил, что в ближайшее время направится в Москву. «С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России», заявил он. Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах Госдумы и Совете Федерации, затем подписание документа Путина. «После этого уже все. Мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», отметил он. Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап введения боевых действий. «Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена». «Сейчас мы выходим на новый этап введения боевых действий», – сказал Пушилин. Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои, вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР. ЛНР во вторник в Луганске председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко объявила, что по итогам референдума 98,42% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России. 1 млн 636 302 человека поддержали вхождение ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта. Против проголосовали 16 555 участников референдума, – сказала Кравченко. Явка по республике составила 92,6%, – отметила она. Глава республики Леонид Пасечник назвал результаты референдума новой страницей истории. «Несмотря на те трудности, которые нам пришлось преодолеть, сегодня мы с вами открываем новую страницу истории ЛНР. Это история о возрождении и восстановлении Донбасса. Впереди у нас с вами большое будущее», – заключил Пасечник. Новости России. Президент России Владимир Путин заявил, что спасение людей на всех территориях, где проводится референдум о вхождении в состав Российской Федерации, является центром внимания всего общества и страны. Об этом глава государства заявил в рамках совещания о ходе сезонных полевых работ во вторник в Сочи. Кроме того, Путин отметил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран мира, несмотря на то, что Российская Федерация давно говорит об этой проблеме. Резкое падение давления в одной из ниток Северного потока-2 и в обеих трубах Северного потока-1 затрагивает энергобезопасность целого континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами во вторник. Утечка была зафиксирована в исключительной экономической зоне Дании, северо-восточнее острова Барнхольм, в ночь на понедельник. Отвечая на вопрос журналиста о диверсии, как о возможной причине разрушения, спикер Кремля ответил, что до результатов исследований нельзя исключать и такой вариант. Компания Nord Stream, которая выступает оператором газопроводов, в понедельник подтвердила, что диспетчеры Центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются, прокомментировали на официальном сайте компании. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 1148 новых случаев коронавируса. Умерло три человека. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 28 сентября в России выявлено 40 117 новых случаев коронавируса. Умерло 111 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 387 054 летальных исхода. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 1148 новых заражений коронавирусом. В Липецкой 383, в Курской 656, в Белгородской 506, в Тамбовской 356. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в Воронежской области умерло 3 человека. В Москве 29, в Санкт-Петербурге 18, в Красноярском крае 4, в Башкортостане 3. За прошедшие сутки в мире выявлено 497 тысяч новых случаев коронавируса. Из них в Германии 95 тысяч, в Франции 73 тысячи, в Японии 50 тысяч. Умер 1001 человек. За все время пандемии в мире выявлено 621 268 тысяч случаев коронавируса. Умерло 6 542 тысячи человек. На улице заметно похолодало. Пришла пора подумать о зимней одежде. В нашей постоянной рубрике «Потребительская корзина» ассортимент товаров и цены на Остужевской ярмарке изучал Евгений Карманов. Цены на зимнюю одежду и обувь растут с каждым днем. Ценники могут подскочить на 30-40%. Чтобы сэкономить деньги, люди отправляются на местные ярмарки и рынки, где можно подобрать зимний гардероб, при этом заплатив за вечно много меньше, чем в брендовом магазине. Приезжаю, во-первых, семью свою здесь одеваю. И своих родных и близких, и подругам советую, потому что здесь товар можно приобрести по такой позаниженной цене. Даже в 2-3 раза дешевле можно приобрести, даже оптовую цену. Поэтому, можно сказать, мы здесь одеваемся за копейки. Остужевская ярмарка полна многообразием товаров на любой вкус и приемлемыми ценами. Сюда приходят, прицениться, подобрать гардероб. Нет, мы пришли просто полюбоваться, пока так вот, не конкретно за вещью, но просто пойти, поинтересоваться, пройти, посмотреть, какая цена и присмотреться на будущее. На ярмарку Остужевскую приходят с семьями, ведь в основном обновляется гардероб детских вещей. Хотелось бы ребенку подыскать обувь подешевле. Много выбора на зиму. А почему вы приехали сюда? Именно только из-за цены или из-за качества? Цена и много изобилия товара. Как объяснили продавцы, вторник не самый бойкий с точки зрения торговли день. Но конкуренция заставляет продавцов относиться к каждому покупателю с особым вниманием и в другие дни. Обслуживание хорошее. Девушка нам вот обувь подобрала, ребенку даже предложила сама померить. Во время нестабильности цен на рынке, ярмарки остаются самым доступным для людей с низким или средним достатком. В осенне-зимний сезон именно на них можно надеть самую доступную и качественную одежду. Евгений Карманов, Сергей Артемов, 41 канал. В Воронеже трое друзей пойдут под суд за разбойное нападение на сотрудника пункта приема металлолома. Это преступление произошло в декабре прошлого года. Двое мужчин зашли на территорию пункта приема металла, расположенного на улице Героев Сибиряков. Там они распылили перцовый баллончик в сторону приемщика, а затем, угрожая ему канцелярским ножом, забрали из кассы 120 тысяч рублей и уехали с места нападения на легковой машине, в которой находился третий сообщник. С помощью записи с камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 32- и 38-летние жители Хохольского района, а также 23-летние воронежцы. К налету они готовились заранее и уже приходили в этот пункт, чтобы разведать ситуацию. Я еще задал айфон и ключи. Свои деньги кладил, которые вы похитили? Тратил, собственно, бежда. Вино признаешь? Полностью. Рассказываюсь. Отделом по расследованию преступлений на территории Советского района и СУМВД России по городу Воронежу направлено уголовное дело в суд по факту разбойного нападения, совершенного на пункт металлоприема жителям сопредельного государства в возрасте 24 лет, а также жителям Хохольского района в возрасте 33 и 39 лет. В ходе следствия обвиняемые вину признали в полном объеме. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также домашнего ареста. Теперь судьбу подозреваемых будет решать Советский районный суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 190 лет назад, 28 сентября, наш город посетил российский император Николай I. Его приезд совпал с торжественной церемонией открытия мощей святителя Митрофана. Как готовился к приезду царя Воронеж и какие любопытные факты связаны с этим событием, узнавала Галина Жукова. Эта картина с изображением Николая I, художника Фёдора Чурикова, является одним из немногих свидетельств посещения Воронежа императором. Причём этого визита в 1832 году могло бы и не случиться, если бы в дело не вмешалась супруга его императорского величества. В ту пору Николай I совершал длительный вояж по России. В общем-то он заезжать не собирался, но в это время были обретены и открыты мощи святителя Митрофана, и он, проезжая мимо Воронежа, прислал большой вышитый драгоценный покров на эти мощи. Но письмо императрице его как бы настигло в дороге, где она настоятельно рекомендовала ему всё-таки Воронеж заедать. Он сделал поворот и прямо от заставы проследовал к Архангельскому собору, где покоились мощи святителя Митрофана. Между тем, впервые наш город император посетил в 1816 году, будучи ещё великим князем. Он не был наследником престола, потому что он был третьим сыном в семье, и планировалось, что он будет руководить какими-то армейскими мощными подразделениями. Дело в том, что в царских семьях было заведено так, что люди, сыновья, великие князья, носящие определённое имя, занимались определённым родом деятельности. То есть все Михаилы окормляли, допустим, кадетские корпуса. И вот Николай должен был быть военным. Но так случилось, что два его брата, который один был императором, второй претендовал на престол, отказались от этого. И 25 декабря 1925 года, вот в момент декабрьского восстания, он как раз и стал императором. Некоторые современники отмечали крутой нрав Николая I и писали о его деспотизме. Воронежский краевед Ольга Дедова готова с этим поспорить. Он был человеком, ну, нельзя сказать, что жёстким. Он был суровым, но правильным. Справедливым. И то, что он сделал для Воронежа, конечно, это неоценимо. И вот это здание, и кадетский корпус, и Митрофановский монастырь. То есть всё, где он свой взгляд бросил и сделал нам замечание, поправили, насколько можно. Это именно школа кантонистов, мальчики военные. Он очень большое внимание ему уделял, и их стали нормально кормить, одевать и нормально учить. То есть он был царём авторитетным. Вместе с тем, историки отмечали, что казнь пяти декабристов – это единственный смертный приговор за все 30 лет царствования Николая I. При этом применялись телесное наказание, из-за чего Николая прозвали Палкиным. Досталось от него и воронежцам. К слову, нынешнее здание городской больницы номер 2 во времена правления Николая I имело совсем иное предназначение. Он рассмотрел вот это здание, значит, приказ общественного презрения. Ему очень понравилось это здание. Он сказал, что сделано прекрасно, очень большие площади, но для бюрократического здания оно великовато. Тут площади, как он написал, в четыре раза больше, чем требуется. Поэтому сюда перевели госпиталь. И вот с тех пор это у нас больница. Любой приезд императора у современников вызывал панику. Паника эта выражалась в чем? Начинали срочно ремонтировать дома. Засыпали в убойные колдобины на улице песком. Колеса отбойные столбы красили в красный, черный и белый цвет. Те дыры, которые невозможно было ни залепить, ни замазать, их маскировали цветами и еловыми ветвями. Мне очень нравится, что издавался указ пьяными на улицу не ходить, выходить только в приличной одежде, встречая императора, не бросаться под колеса императорской кареты с просьбами и с письмами, не поднимать цены на рынках. Приезд монарха был связан с любопытным фактом. Николаю Первому не понравилось местоположение духовной семинарии. Ныне проспект Революции 29. Поэтому он велел перевести ее в другое место. После долгой переписки архитектор Щедрин выполнил чертежи нового здания. Он очень удивился, почему у нас духовная семинария, где нынче монтажный техникум, стоит в центре города. Потому что вроде как будущие священники должны молиться в тихом укромном месте, а не в центре города, да еще не против Мариинской гимназии. Поэтому он велел это перенести в укромный уголочек и выбрал он к этому делу Троицкую Слободу. Но тут святитель Антоний Смирницкий воспротивился этому. Они некоторое время переписывались, но царь ему сказал, тебе сказано перенести, значит переноси. Но не было денег, и это дело как-то потихонечку было слито. Николай Первый, рассказывает Крывец, стал вторым императором, кто после Петра Великого с вековым перерывом снова открыл ворота в наш город всем царствующим особам. Мы как город очень много имеем уникальных страниц, в том числе и то, что в Воронеже были все. Цари, великие князья, их жены, дети, ну кроме Екатерины Второй. Сегодня напоминанием о посещении Воронежа Николая Первого и других представителей императорского двора служит это здание дома Тулиновых на проспекте Революции, которое неплохо сохранилось и до наших дней. А этот тот дом, он как бы был резиденцией царей. Все цари, императоры, великие князья приезжая там останавливались, ночевали, потому что это была как такая элитная гостиница. Спустя 190 лет воронежцы снова перелистывают страницы истории, где свой памятный след оставил и Николай Первый, один из самых авторитетных императоров России. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска «Погода в мире и Воронежской области». Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»